Так, друзья, я включил запись, сегодня 30 июня, и мы продолжаем бесконечный разговор. Фактически этот разговор будет продолжением того разговора, который сложился в результате интервью одному солидному изданию. Интервью у меня брала журналистка, которая зовут Лариса, и на канале вы уже многие из вас видели, слышали это интервью. Речь шла в том числе и о долговечности деревьев. Существует, в принципе, два направления, Сенцево и Клоново. И оно бы ничего бы, мы бы так бы и развивались. Ну, пускай сады Клоновые, в основном это Яблонево, которая прекрасно клонируется. Вот. И, к сожалению, все сады, выращенные на Клоновых подвоях, являются отравленные сады, отравленные фрукты. Это данность, это все, что вы видите в магазинах. Это импорт и даже частично наши. Дачное садоводство по качеству плодов опередило, а по количеству отстало в десятки раз. Дачное садоводство загибается или загнулось. Вот. Сейчас мы будем сравнить долговечность. Говорить буду без приказ. Смотрите. Мы подойдем к Клоновым подвоям чуть позже. И даже объясню, потому что вы еще скажете, а что это такое? Что это такое? Смотрите, вот обычные деревья, привитые. Это на Манджуце привит был академик, который перестроился так, что теперь это уже не академик, а Артем-2. Подробнее уже, кому надо, знают. Мощное дерево. 25 ведер. 10 лет назад был зафиксирован рекорд. А в прошлом году было больше 30, только его никто не считал. 40 ведер собрали с манджурца, который тоже привит. Нет. 40 ведер собрали с дерева жердели, который я привез в Херсонской области. Ветку. И она привита тоже на манджурца. Вот. Ему всего 22 года. И, как видите, это первое поколение пока. Вот это. Посмотрите, сколько сухих веток. Значит, 22 года. И дерево начало еще не умирать. Несколько лет еще продержится. Но угасать. То есть его склонность к старости. А 40 ведер, плюс еще ведер 10, не было собрано. Собирали при этой самой телевизионной компании под названием... Телевизионная команда была под названием «Консультация довода». Вот объективный человек, кундасев. Вы часто видите на федеральном канале усадьба. Но в съемке с нашего канала, с этого сада, на федеральные каналы почему-то не попали. Мне кажется, потому что здесь пропагандирует со мною полное отсутствие ядокимикатов. Вот. Много чего еще. Вот. Удобрений. А федеральные каналы существуют только благодаря рекламе. Поэтому самая эффективная технология на федеральных каналах не приветствуется. Там главное, давайте-ка отрежем целиком. Тогда этого отрежьте, а потом замазывайте. Во! А то, что дерево искалечено, их меня всего волнует. Их советы. И вот так случилось. Итак, продолжаем. Мы сейчас пройдем немного. Видите? Если вот это дерево где-то 32 года, так, сейчас я отойду в сторонку. Вот, видите? Это было полностью спелено, оно уже угасло, ему тоже 32 года. Но это оказался предел для него. Давайте сюда посмотрим. Вот так вот, на два дерева. Это прямой потомок манджурца. Тоже с предельными урожаями. Эти предельные урожаи, такое впечатление, их надорвали. Вот. Думал, в этом году будет какое-то ненастье. Деревья дали такое количество семян, спасая не себя, а потом, что как бы надорвались. Видите? Вот, ему тоже 32 года. Но для манджурца это маленький срок, должен дольше держаться. Патриарх-то еще жив, которому 40 лет. И вот я начал готовить замену. Посмотрите, здесь пень, видите? Вот он, вот он пень. А вот это уже два года. Это вот дерево, третий год. Саженство. Это супер сорта абрикосовая. Это совершенно нового качества. Вот это, вот это. Представьте себе, что у родителя, родителя имеется в виду вегетативный родитель, плоды были до 150 грамм, и не все влазили в банку. Это тоже с Украины я привез. Вот. Вот это. Видите? Вот это молодежь. В среднем три года. Вот они трехлетние. И тогда я вот еще вот молодые абрикосы. Вот еще. Вот еще. И тогда я позволил себе вот эту страшную вещь. Видите, что такое настоящий ветеран? Вот один из абрикосов. Смотрите. Представляете, какого размера вот эта штука была. И вот пойдем дальше. К чему я это говорю? Сейчас мы подойдем, мы говорим о возрасте. Где Сибирь? Я определил средний возраст тех же абрикосов, если, конечно, их не калечить. Средний возраст. 30 лет. Может быть, если бы я их вообще не трогал. Вот, видите, это моложение я называю. Кстати, омолаживается так. Ветка отрезается, и никаких этих. А то сдуру снизу все отрезает, а вверх оставляет. Все наоборот. Вот, отрезается вверх. Низ не трогается. Ни одна веточка не трогается. Вот. И вот, наконец, что получилось. В этом саду очень мало яблоней. В 2005-2008 двумя пожарами ребята на высыхлах уничтожили мой промышленный сад. Яблоневый. А здесь все было занято. Этими же абрикосами. Они были молодые. Они меня прославили. Вот, эти абрикосы. Это, кстати, уже после омоложения. Видите? На самом деле, они вот такие еще были, а уже телевидение не спускало с меня глаз. Вот, 2005-2008 год. Самый расцвет. Диковинные плоды со всей планеты. Особая технология. Но яблоням места уже не было. Там сожгли, а здесь все было занято. То есть, то, что вы видите, было занято в два раза гуще. В три раза гуще. Вообще прохода не было. Ну, какие урожаи эти люди не приезжало просто так. И тогда, совсем недавно, это весной я спохватился. Выпилил абрикосы, которые постарше. Или просто ненужные. Посмотрите, манджур созвездилось много. Плоды не крупные, огромное количество. А их, представьте себе, сколько здесь лежало и лежит. Смотрите. Приглядитесь. Что, когда я посадил в этом, в этой весной яблонепереростки. Вот они. Вот они. Вот они. Вот они. Вот они. Вот они. Вот они переростки. Ну, и мы побрезговали, а мне надо было восстанавливать яблоневый сад. Представляете, что случилось? Сейчас головная боль. Мы не собирались их садить. Мы не собирались их выращивать. Там огромное количество, в Сергееве, схожесть процентов 99, зашло огромное количество, наверное, несколько тысяч вот этих же сеянцев. И вдруг вот они. Видите, тут уже хотя бы обработали, вот видите, эти от сорняков. Вот, вот, вот. А здесь еще даже руки не дошли. Если вот это убрать, вот это вот, вот это вот, вот это вот, если все убрать, представляете, сколько тут этого добра. И что дальше? Я это говорю о схожести. Раз. О том, сколько здесь было косточек. Я собрал где-то 200 тысяч косточек с помощниками. Ох, и дорого мне это стоило. тысячи ведер мне это понадобилось собрать, ковырять, мыть, сушить, вот, складировать. Если вот это вот, как бы его назвать-то, он уникальный сад, почему? Потому что, если дурью не мается, как у нас принято, и главное не мешать. Вот что случается само. Да, мы завезли сюда по одной-две тележки. Вот. Тут было, прямо рядом, тут был небольшой холм, вот тут вот. И он также был усыпан косточками с плохим слоем. Вместе с косточками на лопату попадали земля, землей косточки высыпали. Вон, видите, до сих пор. Вот они. Вот. И вот она массовая схожесть. Это без всякого повода, скажем так, без всякого повода. Сюда глядите. Вот. Посмотрите, что делают все на земле. Представьте, какие были вырожаи. А больше не будет, потому что, вон, видите, внимание, вот любуемся, вот любуемся. Вот такие пни. Эта на ложе, это где-то 20 лет. Но куда их солить? А яблони не было. Много лет. Стыдно. Не, почему? Десяток яблон есть, но это несерьезно. И тогда, вот, пользуясь тем, что вот этими саженцами побрезгали покупатели, кривовато, согласно. Вот. Но тут я сразу вспоминаю анекдот. Вот. Видите, кривоватый. Тут же раз, как это сказать-то, анекдот, как бы в тему. Вот. Подружка соседки, своей подружке говорит, сейчас я сяду, наверное, и продолжим. Ладно, остановлюсь в тени. Вот. Потом сяду. Говорит, я за Ивана замуж выхожу. Ты что, с ума сошла? Подруга плесола руками, хватает. Ты что, у него же кривой. Правда? Ой, что же я дура. Согласие дала. Ну, короче, отказала парню. Проходит немного времени, теперь подруга. Ее любимая, которая отговорила, говорит, вдруг, оказывается, выходит замуж. Теперь это, прибегает обиженная, что ж ты это, меня отговорила, а сама замуж выходит. Ты же сама скажешь, что у нее кривой. Она говорит, ну, мы с мамой посоветовались. Ну, что, стрелять из него? Вот такой анекдот. А теперь смотрим еще раз. Вот, видите, мне что, стрелять из него, что ли? Нормальные побеги пошли, видите? Сильная обрезка. При пересадке сильная обрезка. Смотрите, какую обрезку я делаю при пересадке. Видели? Ну, в общем, все это мы уже сто раз говорили, проходили. Кстати, я не могу пройти. Вот одна из груш, да, смотрите, снизу вылезли диски. Я их не, не это, сами. Вот, посмотрите, что здесь уже сколько сухих веток было. Они сухие были, я их отрезал. Но оставляю эти пенечки. Это святое. Нельзя делать раны на кольцо. Когда-то я перестроил всю российскую науку, когда мне не будут якобы специалисты мешать, которые знают, что без штамба дерева не бывает. А теперь смотрите, вдруг, откуда ни возьми, снизу полезли ветки. Это святое, их нельзя трогать. Вот эти листья так же кормят дерево, как и вот эти вот. Как и вот эти, понятно? Это все святое. Общая площадь листьев определяет урожай и здоровье дерева. Напомнили? Общая площадь. Вот, и тогда вы не будете, как Тимирязевская академия, значит, учить студентов, показывая девять видов веток, которые якобы деревьем нужны. Причем страшно другое. Схема. На ней не написано яблони, груши, абрикос, слива. Просто дерево. Возраст лет 10. И жестокое калечение в девять видов лишних веток. Нарисовали, зачеркнули. Вот это страшно. Ну, а теперь переходим все-таки. А, кстати, это уже речь идет о возрасте. Не калечьте дерево, и будет максимальный возраст. Но когда пишут, что будет ежегодная обрезка, делать дерево здоровее, крепче и долговечнее, я думаю, если ты сбежал из дурдома, ну, почему к тебе? Вот сейчас, когда ты опубликал эту статью, не едут санитары. А? А теперь смотрите. Единственное клоновое дерево в моем саду. Клоновый подвой. Посмотрели? Только не это, не думайте, что я преувеличил. От 13 до 15 лет ему. Вот. А оно все такое же. Здесь был еще одна побег. Вот он. Видите, от него осталась эта пятнышка, эта ранка. Вот. Она отсохла. Боковая осталась. Вот. Посмотрели на него, а сейчас сядем и поговорим всерьез. Вот. Жалко, сейчас здоровья нет, не дойдем мы до шелковицы, они тоже отдельный должен быть разговор. Она вся покрыта плодами, и все это съедят птицы, и опять останутся без вырожая. Вот. Итак. Смотрим. Вот так. Патриарх тот самый, который я чуть с горяча не собрался пилить, но меня отговорили. Еще несколько лет, пусть полусухой, но несколько лет все прослужит. Абрикосы, 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 абрикосы. Ладно, тут груши, 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 черноплодная рябина, черные, 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 забыл название, черные, черные, забыл. Так, старею. Груши, абрикосы, абрикосы, груши, груши, абрикосы. И вот теперь, когда я еще мимо вот этих прошел, видите, молодежь, еще вот эти абрикосовы. Именно это позволило мне, вот пенное лицо, позволило мне уничтожить 20-30 старых абрикосовых деревьев. Возраст от 25 до 35 лет. Вот. Наверное, это предел. Наверное. для Сибири. Успевают ли они себя оправдать? Окупить не то слово, а купить это торгашеское слово. А мы же кто? Мы же с вами любители, мы же с вами романтики. До нас больше подходит слово не окупить, оправдать. Оправдать наши усилия, оправдать деньги, потраченные на много чего. Начинают с инструмента, с семян, со всего, с учебы. Кто книги покупает, у меня, например, кто диски, но правда, все реже и реже. Вот. Кто-то читает мои статьи на моем сайте, сайт с одного до железного. И это тоже. Но к моему великому сожалению, да, ой, как я это, люблю отвлекаться, как я люблю отвлекаться. Давайте сделаем так, пусть это будет, прошло 18 минут, первая серия. Просто был обход неполный. Говорили про абрикосов, в основном, давайте еще. Смотрите, на каждый год на этих листях вон он. Кто-то говорит, млечный блеск, кто как угодно называет, как пудра посыпана. Видите? Вон он. Вот. А причина-то истинная. И причем сразу заставляет деревья лечить. Сколько по-новой думы на всего. А причина банальная. 90-80% времени, внимание, в юг там, оно находится в тени, вот и все. Вот. И ничего вы не сделаете ему, ни в чем его не вылечите, кроме как разобрать вот это вот. Знаете, какое было мостик красивое дерево с плодами 100 грамм. Вот. А теперь оно вот так выглядит. Оно родилось раньше, чем беседка. Беседку надо было строить, построили, фактически им пожертвовали. но главное, еще раз говорю, не выдумывайте эти причины, грибные заболевания. Ради Бога. Вот. Сами придумали, сами купили этот самый, яд сами полили, сами отравились, деревья отравили. Не вылечите. Вот. Еще раз. Мне сейчас просто глаза кинулись. Это каждый год. Поэтому, господи боже, я в этих болезнях не разбираюсь уже по той причине. Сейчас, секунда. Что-то не хочется. Ага. Все, 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 Вот она. Поняли, да? Вот. Всегда так. И скажу еще пару общих слов. Значит, больное дерево дает больные листья и больные плоды. Никогда не воюйте с больными листьями и с больными плодами. Это бесполезно. Сотни тысяч тонн ядохимикатов только дачниками, если все собрать. Миллиарды рублей. Не сотни миллионов. Сотни миллионов не может быть. Это сильно много. Нет. Ни сотни миллионов. Гиллиардов рублей тратится на все это. Вот. Дорога не в эти самые, в киоски никак не просыхает. Никак не это, не зарастает травой. К моему огромному сожалению. Не зная этого. Такая по стране дикость, такая по стране невежество. торгаши торгаши торжествует. Торгаши торжествует. Вот. Вот это будет первая серия. А дальше? А дальше посмотрим. Вот. Речь шла о том, что надо сравнить клоновые подвои вот с коротким веком и сельцевые подвои с длинным веком. Вот. Не знаю я как сравнить, когда у меня я показал единственную яблоньку, которая мне по колено дала дважды по два ведра. Ой, ой, что я говорю, господи, по две штуки яблоки, на этом все. Вот. И нет. Пусть это будет тема другая, в другой раз и может быть с фотографиями. Знаете, я еще дойду до этого. Еще пару слов скажу и будет полноценный фильм. Вот. Ну, чтобы не проходить мимо. Вспомнил черный крыжовник. Вот он, черный крыжовник. Так. И вот его продолжение. То есть укоренение. Тоже клоны. Ну, клоновые, клоновые, на мой взгляд. Кустарники. Вот они еще. Вот. Видите, это шелковица. Тоже клоны. Кустарники. И плюс шелковица, которые по-другому не вырастить. По той причине, что из семян вырастают такие дикари, что я когда-то, плюясь, взял в руки топор. Вот. Но клоновые яблони, это, я считаю, страшная ошибка всего домин сельхоза, который умудрился сделать это направление основным. Почему? Ни вчера вы не понимаете в садоводстве чиновники. Смотрите. Ладно, еще раз патриарх. На этот раз тема, смотрите, видите, все в грибах вокруг. Вот. И посажен, смотрите, как. Нету никакой ямы. Ничего не гниет. но тем не менее все в грибах. В этом году дожди перемежаются с дикой засухой. То есть два-три дня дождь. О, кстати, дождь пошел. Сейчас докончу. Итак, вот это вот поза прошлогодняя. Сами взошли сыновья манджурского абрикоса. Продвины так и не были. А это свеженькие. Просто был огромный урожай. Все сыпалось. И вот все получилось. Вот. Ну и ладно. Эх, тут еще черешня плохо видно. Дождь пошел, а я это с голым торсом. Ладно, еще покажу. Похвастаюсь, видите. Шелковица, 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 шелковица. Боюсь, что все... Вот она. Все это достанется птицам. Ну, на этом похвастался я. Да, как иначе-то? Знаете, как это шутка была? Что сделает художник, если его, на его взгляд, гениальную картину не выставят Третьяковской галереи, не вывесят. Ответ сам повесится. Так вот, чтобы я не повесился, я похвастался вам урожаем шелковицы. Все, друзья, убегаю от дождя. Вот. А не забывайте у меня косочки покупать, семечки, учебные диски, книги. Я тоже торгаюсь где-то. А иначе как? Продолжать-то это дело, не продав. До свидания.